и всех характеристиков породных и может быть немножко затронем тему линейных оценок во всем мире около 7000 фрисских лошадей 70 тысяч зарегистрировано здесь вы видите такая тенденция что к 2015 году небольшое уменьшение интереса к риску по родину все равно есть и самый большой интерес наблюдается в отношении жеребцов для того чтобы они появлялись нужно заниматься разведением раньше вот например в голландии фермеры они занимались разведением используя 10 кобыл а из-за того что у нас сельскохозяйственная часть страны как бы немножко идет вниз в развитии ну вот поэтому вот так и происходит итак цель разведения нам нужна функционирующая и гармонично сложенная лошадь которая соответствует всем характеристикам фрисской лошади здоровая, энергичная и с большим уровнем способности для использования в спорте итак порядок проведения инспекции всегда один и тот же итак сначала оценивается состояние лошади здоровье характер общий вид лошади выразительность породного типа потом телосложение передние ноги, средняя секция и зад ноги также ноги их как они сложены так скажем их качество потом движение 60% от оценки составляет оценка за движение это шаг, крысь и голоб но голоб только для жеребцов почему мы оценим двойной коэффициент в сравнении с расчетом и конформацией потому что мы хотим у нас оценка за движение имеет двойной коэффициент то есть она умножается на два почему? потому что нам нужна лошадь которая хорошо двигается а не просто чтобы она была красивая в том числе в том числе характеристики породы таковы это изящная голова там должно быть на шее достаточно свободного места чтобы лошадь могла двигаться конечно нужно чтобы лошадь была оплата хорошая оброслость и обязательно чистый черный цвет это своего рода фотография идеальной фризской лошади приближенная так скажем к идеалу итак изящная форма головы мы желаем видеть нос в районе носа чтобы он немножко был прогнутый погнутый и ни в коем случае не горбоносы и чтобы голова не была слишком большой в сравнении с остальным телом небольшие ушки которые смотрят на друга это не очень хороший пример потому что глаза маловаты и форма головы не приближена к прогнутой здесь драбоносость они называют римский нос и тяжелая голова затылок итак затылок должен быть длинный это затылок здесь должно быть достаточно пространства чтобы лошадь могла работать создавать положение головы себе удобное здесь пример короткого затылка и лошади сложно с таким затылком здесь здесь вы видите горизонтальный выход шеи это не только важен для использования а для правильного телосложения потому что мы хотим чтобы у лошади был практически вертикальный выход шеи это своего рода такой горделивый вид такой горделивый очень достойный у лошади придает вот это положение шеи именно вертикальный выход ну это то что мы не хотим видеть это вот кадыковость короткая шея и также когда вы должны такая шея это на самом деле большая проблема потому что в работе ей будет очень сложно слишком большая вот как лебединая такая шея это тоже может быть проблемой и вот иногда даже часто мы видим у фрисских лошадей нестабильный гребень вот он так вот ложится в форме буквы например с если лошадь возрастная то в принципе это не очень большая проблема но если такое наблюдается у трехлетней лошади то есть вот здесь хорошая брослость в лошаде в гвозде и в щетках в полхоне и так же масть и так же масть и так же масть это черный а там вообще гнедая лошадь но конечно если вы используете очень много в классе они будут в небо и тогда лошадь вы знаете лошадь это не значит мы не думаем так как это все сколько одной части Это всего лишь одна характеристика из большого количества характеристик, которые мы рассматриваем в лошади. Давно у нас было влияние таких вот рыжих лошадей, да, они были, но сейчас их уже практически нет. Итак, белые пятна. Если их слишком много, это не позволительно. Например, с целью здесь должна быть не больше такого размера, если есть. Здесь вы можете видеть белые отметины. Если мы спросим владельцев лошадей по всему миру, за что они любят фридских лошадей, обычно они отвечают, что самое главное, это их хороший характер. И зачастую это первая причина, почему они покупают эту лошадь. По всему миру люди любят покупать лошадей, и очень часто люди покупают семейных лошадей для семьи. И это те вещи, которые важно считают французской. Ну, здесь вот написано, да, что она должна быть и чувствительная, и очень дружелюбная, надежная, легко обучающаяся, желающая сотрудничать со всадником, желающая работать. Конечно, если у вас арабский лошадь, вы понимаете, что она, например, ну, ее нужно работать достаточно часто, а фридские лошади, ну, зачастую можно просто раз в неделю на них поездить, а остальное время они спокойно чувствуют себя. И вот здесь вы видите примеры, почему фридских лошадей любят покупать для детей и для общения с детьми. Конечно, может быть, не в России, но в Голландии. И вот такого рода вида спорта очень популярны. Следующая. Следующая. Тело не должно быть, корпус лошади слишком тяжелым. И иметь форму строения приближенной к прямоугольнику. Это нужно потому, что мы хотим, как бы цель нашего разведения является удобрение лошади в спорте, а для этого лошади должно быть достаточно свободным пространством, чтобы это исполнять. Хорошо. Здесь вы видите приближенная к квадрату, да, тип телосложения лошади, а здесь приближенная к прямоугольнику. Это современные лошади, вот они больше прямоугольного типа телосложения. Это длинные линии современные. А здесь вы видите разницу, видите ноги короткие, да, у лошади. Это очень важно, вот этот вот именно аспект, потому что большее и большее количество людей хотят использовать своих критических лошади в выездке. Нам нужно, чтобы лошадь была по типу телосложения больше на заду. И при таком типе телосложения лошади легче переносить вес на задние ноги. Видите, здесь больше лошадь на переду, как бы немного перестроенная. И это слишком перестроенная. Вот это то, что мы хотим достичь. Движение в курку, да, у лошади направленное вверх-назаду. Итак, мы, конечно же, хотим видеть длинное и косое плечо. Нам также мы большое внимание уделяем тому, чтобы холка была хорошо развита. Это нужно для того, чтобы седло хорошо лежало на лошади. Здесь, видите, короткая плоская холка. Спина должна быть хорошо обмускулина. Видите, провисшая немножко спина. И это часто связано именно с высоким кругом, идет вместе с высоким кругом. И, конечно, если, конечно, лошадь вот такая, мы не принимаем. Лошади будет больно, если на ней вот ездить. Слишком короткая спина тоже не хорошо. Потому что мы хотим видеть плавность линий, переходящая от крупа к спине. И, естественно, вот как слева на фотографии мы это не принимаем, вот такую форму спины. Это хорошая поясница. Очень важно, чтобы поясница была широкая и не слишком маленькая. Если спина, поясница, она слишком прямая или, наоборот, таким горбиком, то лошади, это оказывает влияние на движение лошади, на движение ее тела. В общем, крюп. В общем, крюп. В общем, это было всегда, что для фотографии мы любим, что крюп был немного сломан, потому что это было красивое, но для функциональных причин, мы хотели бы более широкая крюп, чем мы раньше. Строй? Да, это более широкая, потому что это более легче. Когда мы получили, когда мы получили, когда мы получили, то есть такой крюп, это тяжело, потому что это уже находится. Раньше мы больше склонялись к тому, что крюп у лошади должен быть более свистлым, но сейчас мы немножко приближаемся к тому, что мы хотим, чтобы он был чуть-чуть более прямой, опять же, в целях использования для спорта, чтобы лошадь могла легче назад сесть. Хамбл, телефон. Здесь, видите, хорошая, плавная линия верха идет. От шеи к полке, к спине, к руку. Здесь, видите, хорошая, плавная линия верха идет. От шеи к полке, к спине, к руку. Дегатого мадора. У вас прекрасная лошадь, у нее прекрасные грива и так далее. Очень важно, что тогда вы купите лошадь. Нужно, чтобы вы просили совета чего-либо, чтобы обратили внимание на ноги, а может быть, цвет врача тоже привлечь к этому. Очень часто такое бывает, когда мы куда-то приезжаем в другие страны, и видим, что человек купил лошадь за очень большие деньги, но, к сожалению, мы не можем ее пропустить в племенную книгу из-за неправильного строения новых. Так, поставь ног и их форма должна быть правильная. Так же, косовавость и размек. Когда поставь ног неправильная, это оказывает влияние на движение лошади. Бабки слишком прямые, это тоже может быть очень большой проблемой. Или, например, слишком мягкие бабки. А это поставь задник. Мы сейчас можем наблюдать, что очень часто видим в последнее время у фрийских лошадей саблистый зад, вот как на этой фотографии последняя показана. Поэтому, начиная с 2018 года, мы будем очень большое внимание уделять к этому вопросу. Это подставленный зад, коровый зад. И, конечно, первое и самое важное, на что мы всегда смотрим, это равномерность аллюры. На шагу России голубые. Шаг, конечно же, должен быть обязательно четырехтактным, и задние ноги должны выталкивать лошадь. Весь здесь лошадь должна отталкиваться задом, здесь на картинке это как раз представлено. Это шпат просто, мы иногда видим лошадей со шпатом. И из-за этого валюра, естественно, неравномерная, движение неравномерное. Полковина. Полковина. The trot, it has to be a two-rhythm, it has, it needed a moment of suspension. Рысь, конечно, это двухтактное движение, и обязательно нужен момент подвисания. Видите, здесь летающие лошади изображены. Дальше. Иногда люди думают, что у лошадей хорошее движение, но если лошадь слишком далеко отставляет зад при движении, то это не очень хорошо для движения. То есть здесь говорится о толкающей и несущей силе. Видите, вот лошадь отставляет слишком далеко заднюю ногу, это говорит о том, что у нее больше толкающей силы. Зеленая линия, это хорошо. Видите, там ее меньше, поэтому несущие силы меньше. Движение назаду, движение в горку. И вот треугольники движения задних ног середины и передних ног должны быть одинаковыми. Если этого нет, то это означает, что у лошади не скоординированные движения зада и переда. Следующий. Вы можете видеть, что верцовая кость, она параллельно передней ноге идет. То есть движение этих костей, положение, оно параллельно к предплечью. Иногда мы можем видеть, что лошадь слишком сильно выбрасывает перед вперед, активно работает, но при этом зад неактивный, не сильно толкает, отстает в работе задом. Конечно. Конечно. Нам, конечно, нужна очень гибкость в спине у лошади и чтобы она правильно двигалась. Здесь как раз вы можете увидеть пример пробнутой спины и пример того, что лошадь должна сделать и как работать, чтобы спина была поднята наверх. Когда ваша лошадь работает, об этом всегда нужно помнить. Если у лошади немножко телосложение со слегка пробнутой спиной, ей нужно обязательно работать много вниз, шеей направленной движением вниз, чтобы она поднимала спину. Вот здесь вы видите, что лошадь напереду, да, она не на запах. Волоп это, конечно, трехтактное движение, при-'двners' не стеснялся, но закупили и баланс. Вот небольшой пример того, каким мы хотим видеть голову. Четыротаковый голову. Это голову напереду. Круг высоко. То, что мы просмотрели, это касается пяти характеристик, которые мы оцениваем. Вот в линейных оценках у вас внизу породный тип написано, строение, ноги, шаг и рысь. Мы смотрим на лошади, на эти все различные характеристики. Вы можете обратить внимание на то, что каждой части тела лошади уделяется внимание. И так пять характеристиков. Если у лошади все оценки шесть, то мы лошадь записываем в племенную книгу, но без премий. Если средний это шесть с половиной, то мы записываем в племенную книгу и даем третью премию. Если средняя оценка семь, то мы даем титул стар и вторую премию. Если семь с половиной больше, то тогда титул стар и первая премия. Если у лошади есть одна из оценок пять, то титул стар мы не даем. И если у лошади есть одна или две четверки, то мы в племенную книгу ее не вносим. Если брать лошадей и фриски по всему миру, то средняя оценка – это третья премия. Самая распространенная. В оценке жеребцов все немножечко по-другому. Они либо стар, либо не стар. Как получить этот титул стар, это значит, что средняя оценка должна быть больше семьи, больше или равна семьи. Но они не получают премию. Но за исключением годовиков и двух леток они получают премию. Таким образом, мы хотим рассказать владельцам немного о качестве ранди и двух леток, чтобы они смогли оценить потенциал на будущее этих лошадей. Здесь мы говорим о предикатах и титулах. Титул «Краун» – это среди кобыл первая премия. Но потому что мы хотим знать способность их как спортивных лошадей. Мы хотим видеть их на тесте и боб, естественно. И для этого нужно получение этого титула больше семидесяти семи баллов. Если у вас есть первый премия с большим качеством, если вы не делали тест, то это профессиональный крон. Он не делал тест. Когда он не делал тест, то можно сказать, что это очень красивый лошадь, то это профессиональный крон. И для того, чтобы он не делал тест. И для того, чтобы он не делал тест. Например, если у лошади получила все хорошие оценки, но еще на тесте и боб себя не показала, мы даем ей такой титул «Профессиональный крон». Потому что показав тесты, она может получить уже другой титул. И то же самое, что для кобыл с титулом «Модел». Это самые лучшие лошади в племенной книге. А в год около всего лишь двадцати кобыл по всему миру получают титул «Модел». Мы также хотели бы видеть, что кобыла уже хотя бы один раз жеребилась, что она способна к воспроизводству. Только возможно, когда лошадь 7 лет или older. 7 лет или older. Поэтому этот титул дается, возможно, давать только кобылам 7 лет и старше. Потому что мы также хотим видеть, насколько она сохраняет надолго свою молодость. Потому что некоторые лошади, им 2-3-4 года, они выглядят уже как старики. И следующий предикат, который есть – это спорт. Ваша лошадь может получить этот титул, если у нее есть высокие достижения в спорте. Это нужно сзади. Это нужно сзади. Да. В Голландском, как бы, этим тестам нужно тест-адванс пройти. Это их система, в общем, есть специальный уровень. Татьяна знает, да, про все это. Дальше кобыла в Престате. Она получает этот титул, когда она воспроизвела трех или больше спорт лошадей, которые получили титул спорт. Или получили на тесте ИБОБ больше 75 баллов. И также титул в Преферент, это когда у кобылы четыре жеребенка получили титул стар. Да, next. Okay, do you have questions still now? Is it down here? Is it clear? Вам понятно? Да? Нет, это понятно. Everything is clear. Okay. Then we go a little bit about telling about the linear scoring. Сейчас мы поговорим о линейных оценках. Sorry, don't know. Okay. All the horses from three years old, they get the linear scoring form. Начиная с трех лет, лошадь может быть оценена по системе линейных оценок. And it has two goals, to collect data for the index of the stallions. Это имеет две цели. Первый, это собрать сведения о лошадях. And of course, you have a kind of picture of your own horse. И также, чтобы вы имели представление о том, какого качества лошадь у вас. Next. Если вы посмотрите на линейные оценки, 25, да, оценка, она находится посередине. Most of the time, that's average, and average is about a brilliant value of hundreds. И 25 – это ценность в разведении стоит. Извините, я не очень даже в этом понимаю. Просто перевожу. You don't understand? I don't know, like, how you calculate it personally, but it doesn't matter. I just translate what you say. Okay. Maybe 25 is about the same as the brilliant value of hundreds. Ну вот, 25, а, ну, наверное, имеется смысл, что если лошадь, вот, получается, 25 – это практически как 100% ценность для разведения. Because this information is only interesting if you breed. Это информация интересна для тех, кто занимается разведением. Если, например, у вас есть, например, какое-то качество у кобылы, которое вы хотите улучшить. Например, у вас лошадь, где некрасивая голова. Если вы хотите улучшить, то вы выбираете жеребца, у которого оценка по этой характеристике, именно форма головы, больше 104. А если вы еще сильнее хотите усилить этот факт, то, например, с индексом больше 108 берете. КОНЕЦ. Держи в струнг индекс. Если в колорах... Держи в следующем. О, это будет отлично. Да, да. Держи в следующем. Держи в следующем. Да, хорошо. Держи в следующем. Да, да. Затем мы это оставим? Да. В следующем сентябре будет проведена. Мы не собираем вpty посетки. Ну, не собираем в депутат. Вы будете в депутат. Вы будете в депутат? Нет, у меня есть вопросы. Так, у вас есть вопросы? Любые. А кобылу, если они привезли кобылу, она получила не были колокольчиками на оценку. Можем ли ее нескольким? Например, если мы брали мэр, и она получила очень низкие результаты, можно ли мы ее каим в следующем году? Да. Вы всегда можете присоединиться в следующем году. В следующем году. Потому что здесь это раз в два года происходит. Но, конечно, вы должны спросить, в чём конкретно проблема? Потому что... Я понимаю, что если это проблема с движением, то есть кондиция, например. Я понимаю, что если это проблема с движением, то есть кондиция, например. Да, это может быть улучшено. Бывает так, что, например, по истечении двух показов или одного года на следующем показе лошадь получает премию. То есть они бывают в плотном состоянии. Но если вы вот эту линейную оценку посмотрите дома. И вы видите, например, 7 заправленные типы телосложения, например. А движение 6 или 6 шаг 6. Ну и вы знаете, что может быть ваша лошадь не вернусь. Возможно, ваша лошадь не вернусь, что вы не показывали. Это же страшно. И вдруг он делал разные разные движения. Или движение не имеет enough power. И тогда вы можете сами поработать над этим или тренер. Как я должна тренировать свою лошадь? Чтобы это проявилось в следующий раз. Вопросы? Можно вопрос по продвижению жеребят в ступбуке? В ступбуке? Да. У нас есть наши жеребята, то есть у нас нет лицензированных жеребцов, которых мы могли бы открыть, но у нас их не так много. Но у нас есть много хороших жеребцов от лицензированных производителей. Соответственно, мы рождаем ВВ2 жеребята. Что нас ждет с этими ВВ2 жеребятами в дальнейшем? Например, мы не имеем так много лицензированных стелленов, но мы имеем стеллены, которые были родные из лицензированных стелленов. И, например, мы имеем фолки из этого второго... Да, Дайбук. Да, Дайбук. Да. So, what are those falls will be in future? What they can have in future? The result, there's no difference. Для результата это не имеет никакого значения. Вы можете получить первую премию жеребенка, который находится в этой книге. And, for example, for stallions, it doesn't matter. Для жеребца это вам не важно. Он может быть хорошей, например, спортивной лошадью. If you have a mare, you breed, then you never get into the official stutbook when you don't breed with an official stutbook, если она не кроется лицензированным сурекционом. And if you have a good Bajbuk stallion here and you only want good horses, then it's no problem with the Bajbuk stallion. It's only when you want for your breed, you want to get higher results. And so some people from abroad, they choose to put the mare in Holland to get pregnant and to get the foal and bring it back to... And also I took some information for the feds. And also I took some information for the feds. Because Friesians have a little bit difference between the cabbie warm-blooded horses in the period. And the rey, they have to be... And for example, in the United States, we found out that the guidance of the feds is the most important thing to improve the results of frozen semen or important semen. that the regulations here are so difficult that you can... It's difficult to get fresh semen here. But if it's only four hours flying... So it's... So it's... So it's... And if it's too long and for the paperwork at the... It's a pity. It's a pity. It's a pity. It's a pity. I know some people... I'm not an artist. I know some people who take in their back... It's a pity. It's a pity for our... It's a pity. Yeah. It's a pity for our... It's a pity for our... But... и хорошо результаты уже у нас есть 70 парней мы получаем это позитивно когда мы делаем это курение но если это плохое результат, мы не принимаем это negatively то же самое, если мы не делаем это облако если у нас есть хорошие результаты мы скажем, что хорсов это хорошо для расстройства и расстройства и лекция и движение в тот момент только 6-6 и мы видим в Айбоп 7-7 на шаг и трот то это может быть разница для того, чтобы быть стар или что-то так не показала поэтому можно представлять лошадей которые получили плохие оценки на Айбопер на Керунг окей это 5-11 итак, без 5-11 итак, без 5-11 мы начнем так